Итак, грамматика нашего шестого юнита на самом деле очень и очень проста, как и много в английском языке. Это вопросительные слова. Итак, вопросительные слова. Это такие слова, как who, кто, where, где, why, почему, when, когда, what, что, how long, how long, Сколько How many Сколько How often Как часто How Как Who Кто Where Где Why Почему When Когда What Что How long Как долго How much Сколько How many Сколько How often Как часто How Как Как Наша задача Нам нужно разобраться Когда Нужно ставить Этки Выпросительные слова Итак Как вы помните из предыдущих уроков Мы знаем о Present Simple Например Я рисую картину каждый день I paint a picture every day I paint a picture every day Если я хочу сказать я не рисую картину каждый день I do not Или don't Paint a picture every day А если я у вас хочу спросить Ты рисуешь картину каждый день? Do you paint a picture every day? Знак вопроса На этот вопрос вы ответите просто Да Или нет Ну а вдруг Меня интересуют определенные моменты Например Как часто Ты рисуешь картину? Или Где ты рисуешь картину? Или Что Ты рисуешь? Я должен использовать те Вопросительные слова Которые были ранее А именно Нас интересует вопрос И мы Должны Использовать Вопросительные слова В самом начале Например Где Где ты рисуешь картину? Where do you paint a picture every day? Либо Почему Ты рисуешь картину? Why do you paint a picture every day? Либо Либо что ты рисуешь? Тогда нам не нужно использовать этого слова. Либо как часто ты рисуешь картину? Тогда не нужно использовать это. Либо как ты рисуешь картину? Итак, у меня есть варианты спросить. Как часто ты рисуешь картину? Что ты рисуешь каждый день? Это те вопросы, которые мы имеем возможность спросить. Если здесь все понятно, идем дальше. Наша задача разобраться с... НЕПРАВИЛЬНЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ НЕПРАВИЛЬНЫЕ МНОЖЕСТВЕННЫЕ А именно... Вы их найдете в книге. Они представлены здесь. Существуют определенные варианты, как сделать из единичного множественные. А именно просто добавить с. Например, book. Books. Teacher. Teachers. Либо, например, es. Если это слово заканчивается на s, ss, sh, ch, x. Например, brush. Brushes. Плюс, ss. Это первый вариант. Плюс, es. Это второй вариант. Когда y приходит в i, добавляется es. Это третий вариант. Если слово заканчивается на f, fe, либо ef, мы должны вместо f сказать v и добавить es. И этот вариант, который будет сегодня, это неправильные множественные. Я напишу несколько, остальные вы найдете сами в учебнике. Мужчина. Мужчины. 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 Ребёнок, дети, стопа, стопы, остальные я прочитаю. Итак, men, women, women, children, foot, feet, tooth, teeth, person, people, mouse, mice, goose, geese, deer, deer, ox, oxen, fish, fish, sheep, sheep. Вот, это была грамматика нашего шестого урока. Что мы проходили? Мы прошли вопросительные слова, а также неправильные множественные. Также в начале урока мы изучили слова, которые предлагают нам Enterprise, и домашнее задание, которое вы имеете возможность сделать. Это coursebook, coursebook, page 40, exercise 3, учебник, страница 40, упражнение 3. Coursebook, page 42, exercise 7, учебник, страница 42, упражнение 9. И последнее упражнение, coursebook, page 43, exercise 13, страница 43, упражнение 13. Спасибо за внимание! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!